Всем привет! Сейчас перед вами лицо Димы. Мы с ним очень-очень давно знакомы, но очень мало выходили на связь. Там есть видео по поводу того, что он снимал тракерство в Штатах. И это вторая обещанная серия, но она уже не совсем та, которая должна была быть. А сейчас он вещает уже из... Давай, Диман, рассказывай, куда ты вещаешь? Из Российской Федерации, из дома. Вот так вот Диман решил вернуться в Россию. Так, давай, расскажи вкратце, что было. Ну давай, для того, чтобы понимание было вообще, в принципе, как все началось. Нужно рассказать, наверное, нам, как мы вообще начали общаться, ну хотя бы для начала. И потом, какова была цель, в принципе, приезда. Люди по разным причинам ездят. Кто-то отдыхать, кто-то там работать. Ну окей, понятно. Я как бы ехал, в принципе, с определенной целью. С такой, скажем так, недвузначной. И хотел там, скажем так, ну не то, чтобы жить всю жизнь, но продолжительное время находиться и периодически ездить домой. И иметь гражданство и все остальное. Для этого я понимал, что нужно какое-то время определенное, что эмиграции занимают какой-то там, какой-то срок. Поехал туда, ну плюс это все было дополнено, понятно, что ощущением того, что это что-то неизведанное. Америка, ну понятно, что все хотят, кто не был там, вообще, в принципе, хотят поехать. Это тут уже бесспорный вопрос. Все мы выросли на американских фильмах, на Голливуде там и так далее. Все хотят посмотреть, что там и как. Ну и вот это все дополнялось еще и вот эти. Плюс к тому, что было реально ощущение того, что вот в стране как бы все не так гладко, хочется куда-то получше и так далее. И после этого я поехал. Год пожил, увидел все, что увидел и приехал домой. Вот такая история. Понятно. А как мы с тобой познакомились, я еще вначале начал говорить, я тебя первый раз набрал, когда начал смотреть твой канал. Набрал в скайп, ты тогда в Таймпе там уже, по-моему, обосновался, не помню. Да-да. То ли, сколько-то пару месяцев, что ли, это было. Ты буквально начал канал вестись там с аэропорта, как прилетел в Майяре. Ты там, ну мы с тобой общались, просто у меня были какие-то сомненькие, ты там давай-давай, все, приезжай и так далее. Подробно все круто. Вот, поддержал, скажем так. Ну, потом я поехал. А после этого уже мы, по-моему, созванивались там в процессе. Да, мы звонили. Так, потом ты приехал в Нью-Йорк, осел здесь и потом, что дальше? Потом у нас появился, ну такой проект по поводу видео на траках. Ты записал видео по тракам и потом у нас связь пропала. Что было вот в тот период времени, вот когда ты записал видео, там ссылка я в описании положу, и до момента вот твоего вот этого решения? По тракам, да. У меня то, что я там мог рассказать, я на своем канале рассказывал, ну пытался, по крайней мере. Вот, в плане, что было в промежутке, там, в том, между вот этим видео, которое у тебя есть, которое я тебе тогда скинул, и вот настоящим временем, там все происходило, ну скажем так, обычно. Просто я планомерно планировал, размеренно планировал отъезд домой, вот. Вот, и... Почему этот отъезд у тебя в голове рвился? Ну, через какое время мы сделаем? Да, для того, чтобы слушателю было понятно, чтобы там, ну, не было каких-то там, не знаю, догадок или еще что-то, надо просто все размеренно сначала с самого, чтобы я рассказал. Я когда приехал в Штаты, мне первые месяца-два, это было, ну, понятно, что это такая эйфория новой страны, такой, в которой всегда хотелось побывать. Когда видишь своими глазами те места, которые показывают в фильмах, которые там, я не знаю, когда идешь по Нью-Йорку, там, по Тайм-скверу и так далее и тому подобное. И вот же она, да, тайн-скверт существует. Все это наблюдаешь, да, вот она земля американская, вот. Потом еще, вдобавок ко всему, ну, я просто перед тем, как сюда приеду, ну, не сюда, вернее, в Штаты прилететь, я работал на обычном рядовом производстве, да, вот, там, с небольшой зарплатой, прилетая туда, начинаю гулять по Нью-Йорку, там, буквально в первые, там, несколько недель я пока жил еще в Нью-Йорке, перед тем, как начал ездить, вот так колесить по Штатам, да. Вот, я ездил, но приезжал, я уехал-то я на третий день работать, вот, потом приехал опять на некоторое время. И вот начал гулять, проходить, и тут, когда все это вижу, там, центральный парк, и все это, все красоты Манхэттена, и плюс еще там мимо меня Абрамовича для нас прошел, а я тоже посмотрел, ну, нифига себе, ты еще таких людей видишь. Как бы, я-то сам из провинции, я не из Москвы, не из Питера, вот, поэтому мне это было все в дикое. Конечно, я там кайфовал, мне нравилось. Я первый раз, я поехал из Нью-Йорка во Флориду, это был первый трип на, я был хелпером на траке, второй раз я поехал в Калифорнию. Вот, первый трип был 10 дней, второй уже там побольше. Вот, и буквально первый, там, месяца полтора я посмотрел практически все штаты, ну, по чуть-чуть, там, одним взором. Да, все это мне, конечно, нравилось. Потом я сел на трак, начал зарабатывать самостоятельно, уже права получил в Нью-Йорке. Ты ездил на вэне, не на траке, ты на вэне ездил, не на траке, чтобы все было понятно. То есть, ты не грузовик водил, ты такой большой-большой минивэн водил, как на сюда спринтер. Когда работал хелпером, я работал на траке, на большом, на Вольво, 780-й. А потом ты перелесел на траке. Вот, да, но я работал хелпером, то есть я ездил рядом с водителем, где Цаня, с Ялты, хороший мужик. Вот он мне показал, можно сказать, рассказал про всю Америку, пока мы ездили, он мне все это показывал. А когда я сам сел водить машинку, я работал, у меня права обычные были, категория, по-моему, D, я уже забываю найти, категория, которая позволяет ездить на легковых машинах и маленьких грузовичках. Вот на маленьком грузовике я ездил, собственно, вот, работал. В Теннессе мне просчастливилось найти хорошего парня нашего из Пензы, который предоставил мне эту возможность поработать и поездить все посмотреть. Начал работать, зарабатывать, и вот до момента, наверное, за два месяца перед тем, как я улетел, я приехал в Нью-Йорк, вот до этого времени я все время работал на машине, на небольшой. Возил абсолютно все, абсолютно везде, то есть, ну, не знаю, самый, наверное, для многих мечта, я не знаю, повезти из Нью-Йорка, там, груз такой, как там, игровые автоматы в Лас-Вегас, да, это же круто считается. Ну, блин, вот так ты едешь, во-первых, видишь там всю Неваду, все эти Аризоны там проезжаешь, да, это все круто, на самом деле было, но есть по истечении времени, когда человек вообще, в принципе, я приехал, как я уже вначале сказал, не просто там покататься, ну, так, это нереально ехать, вот, это нужно большие деньги, чтобы просто чисто туристическую какую-то поездку по стране сделать. Вот, ну, мне так срослось, что мне посчастливилось, вот, процесс эмиграции, что у меня был запущен, и при этом еще и кататься, вот, так работать. Вот, я много чего посмотрел, много чего видел, в плане не только пейзажей, про которых я рассказываю сейчас, но еще и в плане менталитета людей, в принципе, менталитета страны, я бы сказал, то есть, там, все, все кардинально по-другому, не так, как у нас, вот, и русскому человеку, может быть, не каждому, я не знаю, я сейчас не берусь за все национальности говорить, я вот не говорю, мало то, что просто за русского человека, я говорю еще за себя лично, вот, вот, и я понял, что для меня, скажем так, это, то, что я увидел и, там, осознал вообще, для меня это не то, что не подходит, это, скажем, я не могу в этом, во всем котле, американском, счастливо вариться, счастливо жить, постоянно какая-то гонка, за баблом, за, ну, страх, хотела просто заболеть, там, зуб заболеть, или еще что-то, скажем, ловка, но это мелочь, ладно, скажем, модель дерева, на котором деньги растут здесь, не понял еще раз, сорт дерева, скажи, на котором деньги растут, сорт дерева? Да, ну, все думают, что здесь деньги просто так вяжут, а, вообще, как ты думаешь, есть утверждение, что люди, которые уезжают в Штаты, это слабые люди, которые ничего не могут в России сделать? Да, нет, конечно, я считаю, что, ну, у нас, вот этот видос, он начался с моего коммента, вот, в комментариях в Фейсбуке, я там, в принципе, все, все описал, я придерживаюсь именно такой позиции. Человек, каждый вообще в праве выбирать, где ему жить и что ему делать, неважно, где ты там живешь. Если вот ты уезжаешь куда-то там в Америку жить, неважно, хоть в Урогуай, и тебе говорят, чувак, ты там предал, ты там такой-сякой, что ты не стал работать, там, туда-сюда. А, с другой стороны, если, если у человека не, что-то не срасталось дома, или, допустим, какие-то момент его не устраивали, в той стране, когда на сегодняшний день существует, почему он должен там жить, тем более, если у него там семья или еще что-то. Ну, вот, по той же причине уехал и я. Изначально. Почему, допустим, ты должен перебарывать себя, мы же все хотим, так или иначе, быть счастливыми, не только, чтобы не только набивали карманы тех, кто у кормушки, да, чтобы и мы тоже были хоть как-то в теме, чтобы что-то видеть и так далее. У меня друзья вообще все, кстати, поофигели из-за того, что я просто, я, можно сказать, никогда не было у меня там огромных каких-то денег, каких-то бизнесов и всего, и вот я это беру просто и срываюсь, да, вот, как бы, ну, почему, если есть выбор, если есть возможность, почему этого не сделать? Вот. Я не считаю неправильным то, что человек уезжает куда-то жить, где ему лучше, и я не считаю, что этот человек слабый. В первую очередь он делает этот выбор осознанно для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, для того, чтобы улучшить свои материальные условия и своей, соответственно, семьи. Вот. Но, тем не менее, у каждого человека, как я уже говорил, этот выбор, он остается. Ты когда приезжаешь, тебе никто там ничего не принуждает, ничего. Ну, как бы, как, если ты эмигрируешь в Штаты, там тебя принуждают какое-то время проживать, то есть ты потом получишь все доки необходимые, летай, пожалуйста, куда хочешь и где хочешь. Причем, не для кого не секрет, что для самаританского гражданства можно летать куда хочешь. А с нашим, как говорится, только куда-нибудь в соседнюю страну поехать. Вот. Вот в этом большое преимущество. Но, тем не менее, я не считаю свой выбор возвращения домой и не считаю неправильным. Он как бы, он состоялся, он есть, и он был обдуман, сделал. И опять же, почему, ну, ты говоришь, вот, многие считают, что это люди слабые, и так далее. Да нет, ну, выбирают все, да. Единственное, что, конечно, мне не нравится, когда, если кто-то, допустим, здесь, находясь, был, скажем так, там, тише воды, ниже травы, оттуда уезжают, начинают там, что-то там, ну, рассказывать, там, что-то пытаться, там, какую-то активную позицию занимать и так далее. То ли дело, когда это было здесь, потом продолжается там, это одно. А когда там, находясь, понимая, что ты, вообще, в принципе, человек неприкосновенный, потому что, мало того, что полиция за всеми следит, еще и, в принципе, страна такая, свобода слова и так далее, вот, начинают что-то рассказывать, такое совершенно постороннее, там, ну, не то, что некультурно так делать, там, что-то связанное с властью, там, еще что-то, там, ругать, вот, я там был, уехал, ну, уехал, да, ради Бога. Вот. Ну, что-то такое, какую-то жесткую оппозицию занимать. Вот это мне не нравится. Конечно, я, допустим, считаю, что правильно, если ты здесь был, там, против чего-то, приезжаешь туда, ты против, постаешься, вернулся сюда, обратно, ну, придерживаешься той же позиции, то есть, вот это вот скачки, там, от одного к другому, вот это я не приемлю. А в остальном, да, выбирай, ради Бога, хоть там на острове живи, если у тебя есть эта возможность. Просто человек счастлив там, где он, как говорится, не место красит человека, а человек место. То есть, ты приезжаешь, ты можешь сделать, что хочешь. Почему Америка страна иммигрантов в этом плане? Почему они так идут на то, чтобы принимать людей к себе на постоянное жительство, документы сделать и так далее? Потому что, ну, как говорят, может быть, в следующем самолете туда прилетит следующий Стив Джобс. Поэтому здесь уже, я считаю, что неправильно осуждать или еще что-то делать. Только, в определенных случаях, когда начинают, ну, я сталкивался с такими людьми, которые в СССР еще уехали, в СССР, которые еще час уехали, уже при нынешней власти в России, уехали в Штаты, говорят, вот, там все плохо, я работал так, вот я вот уехал, а вот мои друзья, которые у меня на заводе работали, вот вы теперь так попробуйте. Ну, на самом деле, ну, не сахар там жить в Штатах, не сахар абсолютно. Я не потому, что мне тяжело было уехать физически, или я там уставал, нет. Я это, если надо, я сейчас отдельно об этом расскажу. Абсолютно нет. Но осуждать, я считаю, это неправильно. Людей, которые уезжают, ну, блин, чем мы рабы, что ли, едь куда хочешь, ради бога. Это наоборот, это косяк страны, что она отпускает людей. Случай появляется желание покинуть страну. Не понял. Ну, косяк в том, что получается, люди хотят уехать из своей страны. Немногие американцы стремятся покинуть свою страну. Вот я о чем. Но в России это как бы хорошая такая тенденция. Но я вот сейчас полгода уже здесь, я работаю, все, я живу в Питере, все это понятно. Я с кем не сталкиваюсь, мне все знают, один и тот же вопрос. Не важно, они любят они Путина или нет. Они все знают, а что ты со Штатов уехал? Один и тот же вопрос. То есть, люди думают, что там такой просто мед просто. Я не знаю, блин, если я тут уехал, то они бы дебил, либо, я не знаю, что-то не то. Слово люди работают по времени, которые приезжают. Вот такое мышление. Потому что все это навеяно СМИ, там блогерством и так далее, что понятно, все по-разному освещают, какова там жизнь. Но понятно, что каждая лягушка свое болото хвалит. Но я считаю, что, я считаю Америку прекрасной страной. Я с удовольствием бы там жил. и если такая возможность не подвернется в будущем, я с удовольствием буду там жить, но уже не как иммигрантам, а как специалистам, допустим, ну, неважно, уже со статусом с каким-то. Но мы без статуса, без каких-то, я не знаю, без образования, без, с какими-то стартовыми, скиллами, мы нахрен никому нигде не нужны. Хоть в Америке, хоть в Австралии. Вот в чем дело. Приходится пахать здесь. Пахать? По началу. Да, абсолютно точно. Это, ну, это не секрет ни для кого, что везде нужно пахать. Но здесь, вернее, там, в Штатах, чем вот это пахаловое отличается от того, что здесь, здесь ты работаешь и понимаешь, как все вокруг не очень, скажем так, как скажем, ну, смотря где работать, конечно. Вот если на какую-то рядовую там, профессию на заводе еще где-то, понимаешь, то есть ничего не меняется, все какое-то вот это вот кумовство, ты никуда никогда не пролезешь там, никакие должности тебе никто не даст, если ты там никого не знаешь, да, вот. Там, возможно, все то же самое, но только с видом на, я не знаю, бруклинские монстры или с видом на горы в Колорадо. Вот, весь кайф. И с видом на чистую, ну, просто, когда идешь домой, ты идешь там, не знаю, может быть, по более чистому асфальту или там по... Мимо тебя проезжают там 15 копов, то ты понимаешь, что сейчас все это патрулируется и ты как бы нормально себя чувствуешь, независимо от того, какие там нации или... Ну, среда обитания у тебя такая, которая дуржественная. Ну, может быть, только так, если... Вот. А в остальном, ну, блин, есть еще такая фишка, что в Штатах все, если здесь можно сделать, ну, так, сделать, да и ладно, да, ты вот в стройке работаешь, здесь можно плитку положить, да и хрен с ней там, она там лежит, не хватило каких-то крестиков там, 0,1, ты там положил под 0,8. Дальше. Ну, это я грубо говорю, там вот так хрен прокатит, все должно быть идеально, с тебя не слезут просто, ну, там просто вот эта борьба, потому что таких как ты, 100%. спецов. Да, 100%. Таких как ты, спецов, как бы миллионы, кругом, и если не ты, то сделают завтра другой, за те же там, баксы. Ты сделаешь бессловно. Ну, да, может быть, поэтому здесь уже рассуждать на тему там, где легче, легче там или не легче, нет, сложнее гораздо, потому что больше спрос, платят, конечно, больше, но и жизнь там дороже, и все остальное. Вот, ну, впахивать надо однозначно. Кто как впахивает, все по-своему, по-разному. Вот, потому что первоначальные профессии, они не специализированы. водитель, строитель. Давай возвращаться к этим, к ментальности людей, к американской ментальности, или что там, почему ты не можешь здесь себя, ну, в данный момент времени убедить? Искусственные все. Прям все? Ну, я имею в виду, там, 80% населения Америки искусственные. Тебе искусственно улыбаются. Я тебе скажу, в Нью-Йорке вообще не улыбаются. Не понял. В Нью-Йорке вообще не улыбаются люди, во Флориде все улыбчивые. Не, почему улыбаются? В Нью-Йорке тоже улыбаются, но там, там улыбаются натянута, вот, а в остальной Америке открыто. Мне, самые искренние, где мне улыбались, это Техас, Дюта, ну, и, может быть, Невада, кто-то пьяный, знаешь, именно искренне. Вот, искренне. В остальном, ну, я просто человек такой, я понимаю, как бы, немножко своего собеседника, как он относится ко мне, и вообще, в принципе, неважно, знаю я его или нет, я могу это почувствовать. Может быть, но это одна из, из составляющих. Ну да, понятное дело. То есть, вот это, вот это, это есть, потому что, многие боятся, допустим, если ты, занимаешь какой-то статус в плане, там, не знаю, что делаешь, там, задаешь какой-то объект, вот, ты будешь улыбаться до последнего, потому что, не дай бог, тебя не примут, тебе ты понимаешь, что тебя засудят, чем тебе попасть на бабло, там, ты лучше поулыбаешься человеку, которому, на которого тебе просто насрать. Вот, то есть, это такое тоже есть, вот, и я просто не могу с этим мириться. Не то, что мириться, и не говорю, что я здесь, там, там, не знаю, приехал, тут и начал, тут и работодатель, конечно, я с работодателем общаюсь так же актуально, как должен, как все в рамках приличия и так далее, там, ну, единственное, что я не улыбаюсь, то есть, здесь зря, в принципе, я и в Америке этого не делал, вот, вот, вот в чем, как бы, суть, но это, как вот одно из, скажем так, то есть, это не, не, не самое основное, вот, в плане менталитета, ну, естественно, люди другие, мы русские люди, как бы, какие, нам хочется какого-то отдыха, какого-то куража, там, не знаю, Пашу неделю, а потом хочется отдохнуть в компании с друзьями, с родными, там, с девушкой, не знаю, с кем угодно, да, там, как-то, такого нет, там максимальный отдых, американцев, я в барах во многих бывал, и во многих штатах, там у них максимальный отдых, не знаю, ну, за барной стойкой взять бутылочку 0,33 пива, и с нее просто, он уползает потом домой, он ее долго живет просто, нам же это не понять, никогда это, когда я сижу рядом и выпиваю 0,5 пива, да, там, за пару минут, на меня смотрят все, я понимаю, что я как-то не так выделяюсь, ну, тут даже не в пиве дело, дело в том, что в самом, вот, стиле отдыха, я присутствовал в компании, в американской, они, понимаешь, у них вот, начинаются разговоры, с того, что, вот, а я вот, недавно купил вот это, а я вот, на заднем дворе сделал вот это, то есть, блин, ну, я не знаю, как, насколько у тебя там, цензура на канале, но, блин, они писюнами меряются, просто, постоянно, я не знаю, как ты заметил, ты этого или нет, но я это заметил однозначно, я много людей знаю, в принципе, которые сейчас живут, с которыми дружу, которые нормальные, да, вот, которые живут уже там 20 лет в Америке, у меня есть парочка таких знакомых, в Бруклине осталось, вот, постоянно, у меня было то, у меня есть то, у меня есть это, может, у нас так же, да, я не спорю, у нас так же, в России тоже так же, там это нас как-то, ну, не знаю, немного может быть более, более ярко, и может больше поговорить не о чем, знаешь, вот, поэтому, вот, плюс еще вот это, мне сказали, у них друзья, делятся как бы, есть друзья, с которыми они ходят в бар, есть друзья, с которыми они играют в гольф, есть друзья, которые по работе друзья, есть там друзья, которые занимаются на велосипеде, чуть за сорти друзей, да, то есть, есть определенная сфера деятельности, в которой у тебя есть друг, но он получается такой знакомый, он не, как бы, у вас просто интерес общий, то есть, ты не можешь с тем, и с другим, допустим, соединиться, да, вместе, и о чем-то поговорить. Ну, давай, смотри, вот, допустим, возьмем с нашей стороны, чисто по нашему, гольф, это не наша фишка, он у нас, вот, больше не играет, это пример, я просто, да, я вот, чисто, с нашей стороны рассудим, вот, есть у чувак, знакомый, с которым ты ходишь в баню, ты идешь с ним в баню, ну, грубо говоря, вот, и после бани, ты жмешь ему руку, и говоришь, чувак, классно, вообще, провели время, он чисто в бане, вот, а идти дальше, куда-то там, отдыхать, на концерт на какой-то, ну, просто пойти прогуляться, у тебя есть другой друг, потому что другой друг, он прогуливается, и ходит на концерт, а этот друг, ходит чисто в баню, ну, это же бред, ты с одним другом собираешься, всю жизнь с ним, там, не знаю, дружишь, идешь в эту баню, потом оттуда идешь еще куда-то, на следующий день, там, не знаю, после выходной, ты встречаешься опять, либо с ним же, либо с кем-то еще плюс, и вы идете еще куда-то, знаешь, чуть-чуть за разделение такое, такое, вот, может быть, это тоже, как в волеях, потому что, в голове оно все откладывается, вот, я не скажу, что я сильно восприимчивый, нет, если в плане, там, если бы это было, если бы как-то это было приближено, вот, к нашему образу жизни, я бы особо не, даже не думал над тем, чтобы, там, вот так вот провести, столько потратить времени и сил, да, и взять вот так, можно наверняка, нет, вот, ну, просто это, это все налицо, и я вижу еще и наши ребята, и на кого я работал, с кем работал, они все вот, как-то, под эту схему, всю вот эту вот, разноплановую, в плане того, один с одним дружить надо так, с другим так, вот, улыбаться всем, они как-то начинают под эту схему подстраиваться, и, я же понимаю, что это уже не натуральность, абсолютно, вот, то есть, ну, окей, а как ты, вот, вот это, я не знаю, насколько зритель поймет, наверное, все суть, но, вот, вот в этом, очень большой, большой смысл заложен, как ты портного, школу закончил? Да, просто очень, я слышал про него, я работал в Нью-Джерси, с одним парнем, парень, кстати, закончил, три курса у института, уехал, сказал, родители, свидание, я поехал, мигрировать в Америку, уехал, работал там со мной, собирали кабинет, вместе, вот, он мне вот сказал про него, ну, я до этого слышал, не так мелько, просто слышал тестирование, там, и так далее, вот, что-то с IT-сферой связано, я всегда, мне всегда нравилось, я как-то увлекся, и вот он мне сказал, что у него товарищи, закончил, и вот, устроился работать, во Флориде, кстати, ему дали на старт в год 120 тысяч долларов, это хорошие деньги, да, на старт, причем, во Флориде, это хорошие деньги, не знаю, насколько правдно, но парень рассказывал, как бы, я слушал, и читал, там, потом, отзывы в нете, смотрел его канал, Михаила, вот, и все, и потом, буквально, когда я уже решил улетать, я оплатил эти курсы, его, QA Software, и здесь уже три месяца после прилета обучался, то есть у них там в Калифорнии стартует, я ухожу в Skype, слушаю, рассказываю, там, тестирование, программное обеспечение, вот, все, потом мне прислали сертификат, он стоит, там у меня, то есть с помощью него ты пошел дальше развиваться по России в этом направлении? Сейчас, на данный момент, я работаю в компании, которая работает на госконтрактах, там, РЖД, Сбербанк, и так далее, вот, в эту компанию меня взяли, скорее всего, только благодаря вот этим курсам, потому что, ну, нет, либо, если бы у меня были еще какие-то курсы местные, я имею в виду, в России, да, вот, но, так как я закончил те курсы, уже на собеседовании отпал вопрос, знаю ли я английский, а здесь это очень важно, потому что, здесь очень много работодателей, американцев, в том числе, и в дальнейшем это сыграет большим, ну, станет большим плюсом в трудоустройстве, и я сейчас работаю, у меня все равно есть резюме от HeartHunter, и мне частенько приходят, ну, там, естественно, планка завышена, для того, чтобы понимать, какой рынок, вот, я работаю, набираю скилов, опыта, экспириенса, по-американски, вот, и по пресечении времени планирую, если мне, допустим, придет какое-то, там, более-менее нормальное предложение, в плане, в каком, в плане, там, выше по деньгам, то уже его рассматривать, хотя сейчас мне все устраивает, в моей работе, все нравится, ну, я имею в виду, там, финансово, да, вот, и в том числе, компании, некоторые, с некоторой компанией приходят, там, из Германии, в том числе, и из США, тоже, у которых здесь есть филиалы, здесь еще много иностранцев, я, я не знаю, сколько времени у тебя прошло, от момента, как ты решил уехать, до выезда, почему вообще решил, что тебе нужно уехать, у меня вся эта информация скопилась в голове, в принципе, я не говорю, что я там почти заморачивался, нет, я просто сел, плюнул на все, и уехал, вот, вот так, вот просто ты сегодня решил, я уезжаю, и уехал, через два дня, улетаю, да, заказал себе онлайн билет, и улетел, сначала в Хельсинки, потом в Питер, нет, потому что ты вот, ты как-то к этому шел, что типа, меня гнетет, я не могу здесь ездить, или потом ты, слушай, я тебе скажу, ну, его поеду, шоу, я, может быть, я не знаю, я, может, покажусь, какими-то там авантюристами, и так далее, но я, что в Америку ехал, не раздумывал, что из нее ехал, я не раздумывал, особо, единственное, что я что-то там, ну, планировал, немножко, вот я, этот, курсы портного, я понимал, что я уеду, мне надо что-то, такое, пока есть возможность, я оплатил там, у меня была возможность, оплатить те деньги, которые там я оплатил за портного курса, здесь бы я уже не оплатился без зарплаты, грубо говоря. Сколько стоили курсы? Не понял. Курсы сколько стоили? Онлайн тысячу, по-моему, ровно, или 1200, не помню, на кампусе 4000, но на кампусе, ты там живешь, тебя устраивают на работу. Да ты че, красавчик. Хороший, хороший мужик портнов, между прочим, но, увы, он ведет всего 30% своих курсов, в остальном, тетеньки, приехавшие в Советском Союзе, эмигрировавшие, в том числе из Санкт-Петербурга. Я когда был там на лекциях, 170 человек, онлайн, и вот, как бы, мы там общались, вот, они рассказывают про тестирование мобильных приложений, про все такое остальное, ну, все в американском духе, все, все как шоу. То есть, кстати, насчет темы шоу, вот, тоже хотелось бы затронуть, раз уж мы об этом заговорили, когда, общались, вот, когда я обучался, вот это шоу, это, допустим, сказать, вот вы тестировщиками будете, там, приложение мобильное тестировать, вы знаете, сколько там, мобильная игра, которая там, шарики разноцветные лопать, сколько она стоит, все-таки там пишут, ну, столько-то, столько-то, 20 миллионов, 30 миллионов, нет, 500, там, или 600 миллионов, типа, она стоит. То есть, вот надо вот так преподнести, что, типа, вы сейчас эти курсы проходите так, что вот прям, ну, следующий, скажите своим друзьям, чтобы они тоже сюда приходили. Вот этот момент есть, но это может быть маркетинговый ход, не знаю. Ну да. Не только в этом, не только в том, что там приложение какие-то, еще же, нет, в плане там вообще, вы самые лучшие, да вы такие молодцы, там, из-за 70 человек, там, три человека напишут, там, ответ какой-нибудь, да вы там все такие молодцы, мы что там, мы вас там, мы такие, мы вас там уважаем, вы так хорошо учитесь. Значит, ну, вот это шоу, здесь как бы, ну, здесь у нас какие преподы, неважно, курсы, не курсы, заплатил бабло, не понял, тупой, понял, молодец. Тупой. Вот. Поэтому, ну, и плюс, это вот, то, что на курсах было, на самом деле, ничего плохого про их не могу сказать, очень мне понравилось, в том, что, как он это все преподносит, потому что все, он сам организовал, там, тетки, это ладно, а вот он, хорошо, достаточно все объясняет. Показуха и шоу, в Штатах, тоже везде. Это видно, мне это не мешало, но, может быть, чуть-чуть это добавило, вот, к решению, может быть, но мне это сильно не мешало. То есть, если у нас, я не знаю, ну, если у нас, допустим, наши менты, там, кого-то задерживают, они задерживают с шумом, с криками, там, какого-нибудь там, бандюгана, да, и все это делается быстро и на нервах, потому что все переживают, как там что, да, то в Штатах это должно быть, там, с мигалками, 15 человек, в стиле Голливуда, чтобы все выглядело именно так. То есть, понятно, что цель одна преследуется, там, обезвредить, там, или еще что-то, и в нашем, и в ихнем случае. Но у них, хотя бы, одного копа, вот, в Штатах взять, и посмотреть, как он выглядит, и как выглядит машина копа. Это уже шоу. Отлично выглядит. Это просто круто. Это очень круто. Очень круто. Да. Я когда, я когда первый раз копа увидел, американского, я просто охренел, с того, как, как вот они, насколько они чисто выглядят, и себя позиционировали. Вот. Меня еще, когда состанавливали, когда я ездил, там, машину, за превышение. Вот. Кстати, я ничего не хочу сказать, плохого, в плане, там, останавливали, меня прощали. Пару раз. Вот. За превышение скорости. У нас, конечно, такого уже нет. У нас, никто не простит. Вот. Как бы, еще и не разуют, не раздевут. Окей, а скажи, что ты можешь, не знаю, людям, такое, не знаю, напутствие, что ли дать людям, которые собираются ехать сюда? К чему им готовиться? Ну, прежде всего, готовиться надо только тогда, когда ты уже окончательно решил ехать. То есть, уже к чему-то готовиться нужно, когда уже нет сомнений, в принципе, когда есть какой-то опыт у кого-то, с кем-то уже разделенный. Но, опять же, сколько людей, столько мнений, вот кто-то говорит там одно, я вот могу там другое говорить, я могу сказать так, что если, я вот сейчас нахожусь здесь, у нас, в нашей необъятной России, многострадальной, есть 6 лет еще, насколько я понимаю, страдать, вот, если у кого-то есть сейчас, допустим, желание или возможность, тем более, если есть возможность ехать в Америку, то нужно понять свое положение уже там, находясь, не оценивая его первыми днями, первыми неделями, что вы там увидите или что вы там делаете, вот, или что там, допустим, ну, что-то посмотреть, какие-то своим амбициям не следовать, а именно принимать решения, принимать решения и понимать, что это либо надо, ну, на постоянной основе уже заняться этим, чтобы не тратить силы, тем более, если человек семейный, да, вот, если бы я был семейный, возможно, может быть, я бы по-другому думал, не знаю, вот, у меня просто, ну, есть, было право выбора, скажем так, вот, понимать просто, что страна совершенно другая по менталитету, что фильмы голливудские, они рисуют нам просто картинку, вот, СМИ, в том числе, не опираться на мнение никаких средств массовой информации, в том числе, там, Ютуба даже, хотя сейчас некуда больше смотреть, но лучше всего, если есть кто-то, в идеале хороший друг, уже там, и повидавший, да, вот, то тогда, вот, ополагаться на его мнение, которое просто не скажешь, а, чувак, да тут кайфово, в Майами, там, кайфово, круто, приезжай, не идиот, нет, надо просто понимать, чтобы человек объяснил, рассказал, как и что, что просто не получилось, разочарование по приезду, я сейчас про себя не говорю, что у меня там разочарование, нет, я еще раз могу повторить, что Америка прекрасная страна, вот, но, у меня вот так, я вот так решил, у меня все это сложилось из многих факторов, вот, а, если, прямо вот, руки опускаются, и, неохота жить здесь, ну, я считаю, что это право выбора каждого, если есть возможность получить визу, и ехать, езжайте, но, то, что там будет легко, это однозначно нет, это, если здесь, вы кто-то, там вы никто, причем, будете первые, наверное, года два, точно, если есть бабло, какое-то там, чуть-чуть денег, чуть-чуть, там, буквально, я не знаю, ну, должны люди понимать, что, то, что здесь круто, там, это чуть-чуть, ну, вот, я, когда посмотрел, все богатства Нью-Йорка, там, не знаю, Майами, всяких Лас-Вегаса, я понял, что, что, какие деньги, в принципе, в чем они там вложены, то, что человек туда повесит, какими-то миллионами, даже, с русскими, то там он будет, ну, никем, просто ему, какое-то время, будет, там, более-менее, комфортно жить, вот, надо понимать, вот это все, вот это все взвесить, я считаю, что человек, если с семьей, то он должен, прежде всего, думать о своей семье, вот, если есть уверенность в том, что там будет лучше, ради бога, я считаю, что да, там много, много есть моментов, в которых плане, там, семьи, там, каких-то, льгот и всего остального, они, в принципе, да, они гораздо круче, чем здесь, вот, но, опять же, пожелание, напутствие, как человеку, прошедшему эту школу, годовую, да, и я не скажу, что там все было плохо, просто, ну, я, ну, индивидуально, я так, так индивидуально, вот, я решил, вот, что уехал, а так, напутствие такое, что не торопиться с выводами, прежде чем рвать, не знаю, туда, сломя голову, нужно все взвесить и понять, какова там будет жизнь и как будет все происходить первое время, сможет человек зарабатывать, где он будет жить и так далее, и тому подобное, а в основном, дороги все открыты, ради бога, страна прекрасная, но надо под нее подстроиться и надо, ну, все-таки там надо становиться американцем, там русскому человеку там делать ничего, надо, надо американизироваться, чисто по-русски жить там не получится. А сейчас, если отмотать, ты бы ударился бы, снова в такую штуку. Ну, блин, у меня сейчас есть мысли в Норвегию поехать, но не в штаты. Но ты явно не жалеешь о том, что ты получил за год, находясь здесь. Не понял еще. Ты не жалеешь о том, что здесь этот год прошел, и ты получил огромный опыт? Абсолютно нет. Это колоссальный жизненный опыт, колоссальный жизненный опыт. Столько людей, представляешь, каждая нация, у них своя фишка в характере, в менталитете. Я столько наций переобщался, это колоссальный опыт. Плюс какие-то деньги заработанные, плюс я посмотрел вообще практически всю страну. Я не был только в Сан-Франциско, и в некоторых штатах, там, в Монтане, по-моему, в Вашингтоне, вот именно не... Ну, штат в Вашингтоне, это северо-запад. Туда, да. Вот, на запад. А здесь я все объехал. То есть мне, в принципе, как, знаешь, я когда работал у человека из Теннесси, нашего, Евгения, он говорил, тертый калач. Вот, я считаю, что я в плане Америки, там, проехать, какие-то там, вот эти расстояния, столкнулся. У меня ситуации разные были. И серьезные, кстати, такие, даже иногда опасные. Там, и по погоде, и по всему. Вот. Я могу сказать, что в этом плане я немного уже тертый калач. Поэтому мне прикольно, в том, что я это все посмотрел. Конечно, я не жалею, абсолютно. Ну, я рад, что у тебя все сложилось так, как сложилось, и ты не унываешь, и у тебя вообще все сейчас круто. Складывается. Сложилось. Ну, сложилось в плане... В плане, я имею в виду, этот отрезок жизни, что ты... В плане жизни складывается. Нет, в жизни, да, но у тебя Америка, она уже сложилась, и ты уже сейчас на другом, как бы, отрезке жизненно. Поэтому, он у тебя уже идет, и учитывая твой опыт здесь, я думаю, у тебя дальше будет все только лучше и лучше. Ну, в той, по крайней мере, профессии, в которой ты себе выбрал. Я, я в Альхи ударился, сейчас очень сильно, и мне это я кайфую просто от этого. Мне это очень нравится, и ни о чем не жалею. И, к тому же, вот это, вот эта сфера, она подразумевает, очень сильно, используя английского языка, и общение с людьми, то есть, я его, как бы, он меня не угасает, я английский свой не теряю. Мне это важно, чтобы его тоже понимать, знать. Вот, ну, к тому же, у меня друзья остались, я, с жизнью довольны своей. Я, кстати, и в Штатах был и доволен, просто, ну, есть моменты, когда они поворотные, надо что-то предпринять. Вот, там, я про семью еще не рассказывал, то есть, когда человек уезжает, потому что семья здесь остается, это тоже очень важный момент, по самом деле. Поэтому, ну, вот это все, все надо взвести. Дай-то Бог, чтобы у каждого все получилось так, как он хочет. Вот, чтобы не было такого, знаешь, чтобы там картинку себе нарисовал, приехал, а потом, блин, ну, что вот я, живу на картинке. Не, надо, чтобы человек был счастливым, по-настоящему. Я, этого я желаю каждому. Потому что, это в этом кайф жизни, чтобы ты делал, что хочешь, жил, где хочешь, и развивался так, как тебе хочется, а не так, как тебе сказали. Ну, да, самое главное, кайфово. Ну, все, всем спасибо, что досмотрели, пишите все в комменты, что вы по этому поводу думаете. Дима, ты сам отвечай, потому что, я, за тебя точно не смогу ответить. Ну, какую-то часть я могу ответить, конечно, но, в целом, давай следи за комментариями. Всем удачи, кто это все дело посмотрит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!